Как отец Филипп про это будет говорить? Так, мне, наверное, не слишком близко и не слишком далеко, да, говорить лучше. Как? Сейчас нормально? Ближе и выше. Ага, понятно. Да, я действительно решил поразмышлять о интеллигенции и интеллигентности именно в контексте нашей конференции. И сразу договоримся о терминах. Уже Евгений Борисович, здесь выступавший, одно из определений интеллигенции давал. Вот еще одно из возможных определений, например, взятое из энциклобедического словаря. «Интеллигенция» от латинского «intelligens» – понимающий, мыслящий, разумный, общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Термин «интеллигенция» введен писателем Петром Бабарыкиным в 60-х годах XIX века и из русского перешел в другие языки. Конец цитаты. Ну, фактически, родословие этой самой интеллигенции действительно ведется с Петровских реформ. Но от понятия интеллигенции как определенного пласта общественного или сословия следует отличить интеллигентность как состояние души или образ жизни. Когда говорят про интеллигентного человека именно в этом смысле, то сразу, естественно, подразумевается, что этот человек не злодей, не мошенник, не хам, не распущенный в нравах. За ним предполагается порядочность, гуманность, честность, как бытовая, так и интеллектуальная, деликатность, воспитанность, вежливость, доброжелательность и в целом даже духовный аристократизм. Очень часто все эти качества желают видеть и предполагают видеть у образованного слоя людей, за которым закрепилось название интеллигенция. Но на практике выходит, что далеко не все представители этого слоя как интеллигенты обладают интеллигентностью. И наоборот, если вышеперечисленные качества свойственны кому-то, кто не обязательно занят интеллектуальным или творческим трудом, его можно легко назвать и справедливо назвать интеллигентным человеком, хотя формально к интеллигенции как сословию он может и не принадлежать. А в отношении тех, кто имеет высшее образование и занимается интеллектуальным трудом, но лишен всех тех качеств, которые составляют интеллигентность в самом таком благоприятном, положительном смысле, у Александра Солженицына был специальный термин, им придуманный образованщина. Ну и все это имеет непосредственное отношение к церковной жизни современной первых десятилетий XXI века в России и к заявленной теме нашей конференции. Далеко не везде в современном церковном быту интеллигентов жалуют и приветствуют при всем том, что именно сейчас в Русской Православной Церкви интеллигенция как слой представлена весьма неплохо. Во времена отца Александра Мени было далеко не так, скорее только намечалось движение к этому состоянию, которое мы имеем сейчас. Тогда лишь были отдельные островки интеллигенции, группировавшиеся вокруг конкретных священнослужителей с хорошим образованием и культурным уровнем, которых в целом было очень мало. Кроме отца Александра Мени, например, это был отец Всеволод Шпиллер, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах. Это был также отец Николай Глупцов, духовник будущего отца Александра Мени, между прочим, сказавший молодому тогда Александру «С интеллигенцией больше всего намучаешься», как вспоминал сам отец Александр в своих воспоминаниях. Действительно, к отцу Александру стремились многие из интеллигенции, и именно среди этой группы людей у него было больше всего разных проблем. Я думаю, что я не ошибусь. Интеллигентных людей по существу в нашей церковной среде всегда недоставало, не только в советский период церковной истории, их и сейчас будет, пожалуй, маловато. И также никто так категорически не выступает иной раз против интеллигентов в церкви, как сами же выходцы из интеллигенции. Такой еще можно наблюдать парадокс. Его можно объяснить, на мой взгляд, тем, что у многих тут сыграл свою роль неофитский пыл, при котором множество людей, приобщавшихся к церкви, так старалось порвать со своим интеллигентским прошлым, приняв эдакую маску стилизованной упрощенности. Но это, опять-таки, не новое явление. Можно вспомнить, как в XIX веке наша же русская интеллигенция ходила в народ, и отсюда было целое движение так называемого народничества. Возможно, тут также свой вклад внес определенный комплекс вины, имевший под собой солидное основание, потому что революцию 1917 года, как известно, делала, ну, если не вся интеллигенция, то устойчивая и немалая ее часть, подведя под нее идеологическую базу. А перестройку 80-х, впоследствии обернувшуюся для многих людей непредсказуемыми сюрпризами, вдохновляла тоже она. И также нападала на отца Александра с разными обвинениями в неправославности, криптокатолицизме, экуменизме и прочем, тоже устойчивая часть российской интеллигенции. Часть, конечно, не вся. И до сих пор нападает, считая в лучшем случае, что книги отца Александра сгодятся лишь для новоначальных и самых только на первых этапах воцерковляющихся людей, а дальше это должно быть пройденным этапом и преодолено. То есть надо уже читать святых отцов и тому подобное. Опять же, тут играет свою печальную роль образованщина в терминах Солженицына, которая всегда паразитировала на нашей интеллигенции. В светском варианте образованщина, например, склонна считать, что может объяснить все позитивным научным так называемым знанием, но при этом бывает весьма поверхностно, самоуверенно, самодовольно, высокомерно и даже агрессивно, если в противовес ее позитивному знанию приводятся конкретные аргументы. И аналогично в церковной среде образованщина любят козырять цитатами из Священного Писания, Святых Отцов, канонических правил, очень мало зная об истории этих канонических правил, их происхождение и условия их применения. И при этом выглядят, конечно, тоже не менее самоуверенной, чем в светской неверующей среде. Потому что некоторая косвенная причастность к истине Христу, некоторым как будто представителям интеллигенции, как будто автоматически дает право судить обо всем вокруг, даже если человек совсем не разобрался еще в сути проблемы или только удовлетворяется прочтением пары книжек на эту тему. Темы могут быть, например, от медицины и теории эволюции до психологии, педагогики, экономики и так далее. И не случайно, к сожалению, что выражение «православный педагог» или «православный предприниматель» в последние годы вызывает у многих в лучшем случае лишь настороженную усмешку. Нередко интеллигенты, вошедшие в церковную среду и нашедшие там свою нишу, спешат забыть свое интеллигентское прошлое, но об этом я уже сказал, и становятся в положение, подобное старшему брату в отношении к младшему из известной евангельской притчи о блудном сыне. И это становится немалым препятствием для других, ищущих Бога и церковного общения интеллигентов. То есть основным препятствием, я бы сказал, для вхождения в церковную среду, для нецерковных светских интеллигентов вполне может быть внутрицерковная интеллигенция, а не обязательно так называемые злые старухи, одергивающие вновь пришедших фрам. Да, но, кстати говоря, и те же злые старухи тоже могут вполне происходить из этой же интеллигентской среды, между прочим. Вот, поэтому светский интеллигент, прежде всего критического склада ума, когда робко переступает церковный порог, чувствует себя заведомо чужим для этой церковной среды, поскольку ему нередко с самого начала на это указывают. Ну и внешняя принадлежность к интеллигенции относится к интеллигентности примерно так же, как принадлежность к церковной среде, опять же внешняя, относится к подлинному христианству, то есть святости. Идеальных людей не было и нет нигде, поэтому дело здесь прежде всего в ценностных ориентирах. Святость не идеальное состояние, но ярко выраженная устремленность по пути к Царству Божию и Его правде. Как и интеллигентность, это не есть непременная совокупность всех идеальных качеств для занятого творческим трудом человека, но скорее непрестанная внутренняя работа по их развитию и умножению. И в таком случае святость и интеллигентность могут стать при определенных условиях синонимами. Святость может быть разной, поскольку различные дары духа, и тогда интеллигентность вполне может стать одним из ее видов у человека, занятого творческим интеллектуальным трудом, и при этом в лоне церкви, старающегося делиться веренными ему от Бога талантами. Ну и, конечно, отсюда можно сделать заключение, что интеллигентность, если возможна в невидимой принадлежности к интеллектуальному слову, слою общества, то и святость возможна также в невидимых границ церкви. И современная интеллигенция в России, будь то светская или церковная, крайне неоднородна, это надо отметить, и в целом очень разобщена. Поэтому среди интеллигентов разных мировоззрений, основные это либерально-космополитическое, допустим, державно-патриотическое, национально-почвенническое, национально-патриотическое. Значит, вот среди интеллигентов всех этих мировоззрений бывает заметна глухота и непроницаемость друг для друга с симметричными взаимными упреками, если дело доходит до дискуссий, скажем, в интернете. И всегда одна часть интеллигенции стремилась к гармоничным отношениям с государственной властью или даже попросту быть у нее в услужении, тогда как другая часть интеллигенции, наоборот, была настроена, подчеркнута независимо к власти или просто оппозиционно. При этом, конечно, нередко бывало так, что одна представитель, скажем так, одной части провластной из интеллигентов нередко доносили, так сказать, гнали, всяческим образом притесняли, естественно, творческих людей в другой части, скажем, условно говоря, независимой или оппозиционной. Поэтому только настоящая интеллигентность как качество духа, сродное со святостью, может, на мой взгляд, затушить традиционные недуги русской интеллигенции, такие, как, например, осуждение с превозношением или снобизмом в отношении оппонентов, с одной стороны, заискивание перед властью или противоположное этому неуемное, безудержное критиканство этой же власти, с другой стороны. Вот. И поэтому лучшие из интеллигентов всегда являли высоту и свободу духа в этом плане, не избегая, в том числе, откровенно говорить, и о недугах интеллигенции, и о недугах исторического христианства и церковности бытовой, ну, как, в частности, авторы известных публицистических сборников вехи 909 года или из глубины 918 года. Это и Бердяев, это Семен Франк, отец Сергий Булгаков, например. И отец Александр Мень, конечно, явился их прекрасным продолжателем и стал, несомненно, выдающимся интеллигентом 20 века, помимо того, что он был не менее выдающимся миссионером и пастырем. А Сергей Аверинцев, о котором уже здесь упоминали, отец Александр Борисов, и, значит, он современник отца Александра, назвал его буквально миссионером для племени интеллигентов. Это заголовок его одноименной статьи об отце Александре. И, в частности, он как раз пишет, я процитирую, «Перед ним были советские люди, какие есть, специально интеллигенция, образованщина, как ни назови, ни в словах дела. На каком острове, на каких неведомых широтах и долготах, какой миссионер находил племя, столь неподготовленное к восприятию христианского благовестия. И все же это были люди, по вере христианской, носители образа Божия, хотя бы тысячекратно искаженного, за которых, согласно тому же вероучению, Господь пролил свою кровь на кресте. Люди, каждый из которых сотворен для вечности. Интеллигент не лучше никого другого, может быть хуже, но он не меньше никого другого, нуждается в спасении. И это особое племя со своими особенностями, своими предрассудками, своим языком. Можно поморщиться, образованщина. Миссионеру, однако, этого права не дано. Он должен любить племя, среди которого трудится, жить его жизнью, говорить с ним на его наречии, считаться с его особенностями, шаг за шагом, с азов преодолевая его страшную отчужденность от христианской традиции. Конец цитаты. Ну и, конечно, вывод тот мой, что необходимо понять, что настоящая интеллигентность не может быть противопоставляема святости, она как раз предполагает стремление к ней. И смирение здесь, терпение, и, конечно, обязанность понимать из доклада отца Олега Батова это одно из, одни из первых и важных качеств интеллигентности. Ну, спасибо за внимание. Спасибо большое, отец Филипп. Ну, есть немножко времени. Да, пожалуйста, вот вопрос. Отец Виктор, пожалуйста. Отец Олег, ой, простите, отец Филипп, у меня маленькое такое дополнение, вот я вам очень благодарен за ваш доклад. Я однажды спросил отца Александра, что такое интеллигентный человек. Он мне говорит, ну, интеллигент – это тот человек, который способен критически оценивать свои мысли и поступки. Это вот то, в общем, о чем вы сейчас тоже говорили. И я понимаю, ну, для меня вот это, его определение, я слышал и другие его тоже, определения, интеллигент, интеллигентного человека, интеллигенции, для меня как-то вот они вошли в мое сердце. И я думаю о том, что здесь ведь есть еще вот, когда человек критически оценивает свои мысли и действия, вот, в этом есть элемент покаяния, что без чего невозможно приблизиться к Богу. Вот это, мне кажется, тоже очень важно. Спасибо, отец Филипп. Конечно, отлично, в дополнение. Спасибо, да, да, пожалуйста, отец Александр. У меня не вопрос, а скорее такая одобряющая реплика в замечательном докладе отца Филиппа. Мне очень понравилось вот это вот сопоставление святости и интеллигентности. Можно сказать, что это очень глубокая мысль и хорошее в плане того, что интеллигентность это есть как бы устремленность вот к тем же качествам, что у святости христианским, который приводит, может быть, вне церкви, может быть, не христианское образование, но как бы то, что иллюстрация к известным словам, что душа человека по природе христианка. Большое спасибо. Спасибо, отец Александр. Спасибо, вас было очень хорошо слышно благодаря хорошей дикции. Спасибо. Я как раз...